Ирина Сапропска Ирина Сапропска это, можно сказать, хранительница национальной культуры древней, балтийской, тут классной. Она уже в дюжину лет очень борется за то, чтобы сохранить нашу уникальную древнюю мессуру. И она и пробовала это делать политически, и очень это не удавалось. Сейчас работаем с другими методами, но это человек, который действительно, можно сказать, мать нашего народа, и мы от нее учимся. В общем, задание с сегодняшнего дня это, якобы, дефиниция. Я начну с первой, которая здесь сказана, идентитатой, то есть наша идентичность. В каком луче это было? Это восьмой. Восьмой луч, первый, идентитатой. Это Латвия из культур лига, это культурная лига Латвии. То есть будет говориться культура. Я хочу обратить ваше внимание на то, что я уже говорила, что это государство очень постепенно, постепенно, как бы незаметно уничтожает эту идею о национальной культуре, как о наследии. Говорится только о языке в больших таких сборищах и в больших конференциях. Главное, говорится, что наследие культуры – это язык. Посмотрим, что они выговорили в Сатверсме. Соответственно, было в девяносто первом году, был человек, он пил свой тезис, он пьянахум, в разделе о человеческом долге и обязанностях, сорок первый, сорок первый панс, мы говорим, да, где писалось, что каждому, каждый должен обязан наши законы уважать, да, уважать латышские народы, его культуру и другие народы и культуры, которые здесь находятся, их традиции. Изъяли в девяносто восьмом году, издается Сатверсме, без никакого референдума, без никакого предупреждения этот пункт изъят. Я даже не буду говорить о том, что у нас нет больше прописки, а только декларации, и не буду рассказывать, какие ужасные вещи можно творить с декларацией, можно каждый к вам декларироваться, и потом вам с судом надо его оттуда, от дома высушивать. Но я вам прощу, самое главное, в этом году, в прошлом году уже, была очень большая конференция, и все вопросы решались в всемирной конференции, и делала это Летоника, все мировые латышские научные сотрудники приехали, чтобы решать вопрос об идентичности. Почему они хотели решать? Идентитеты. Идентичность, да? Идентичность. Да. Идентичность это что такое? Я хочу сказать, идентичность. Нет такого слова. По-немечески, идентичность. Ну, человек все протестит, он там, если львовам покребал, он лед, грунт. И где же проблема? У нас есть такой, он сейчас министр образования, Роберт Киллс, который создал стратегию 2030. На 14-й странице он пишет, то есть пишется, это уже было до этой Летоники, для большого, это всемирного конгресса. Там пишется, в 14-й странице, что будет впредь развиваться, то есть не по этническим принципам, а по пилсонный сказ об ядре. Как перевести? Гражданское общество. По принципам гражданского общества. Здесь, то есть, не культура, а без культуры, а все культуры совместно, то есть не основная нация, которая здесь, ее культура будет в центре, и уважаться, а здесь будет кишмиш, главный день. Здесь будет мутация, мутация, так скажем, погоди, это не так, это не так, это не так. У нас есть еще власти пятиюм программа, целая программа, национальная идентичность. Это данная идентичность. Неважно, все понимают. Но здесь говорится, чтобы мы этнически хорошо могли друг друга не ссориться между собой, и потому что у нас демократическое, здесь демократическое устройство, мы не можем, опять не будем по национальной идентичности думать, а это можно только, чтобы мы тут не дрались, политическая нация опять, то есть по-разному. Значит, все это было уже заранее записано. Посмотрим, что произошло в этом конгрессе. Собрались три-четыре дня. Здесь столько было публикаций, здесь наша научная академия, столько трудов, столько научных сотрудников, все говорили только по языке. В этом участвовали и наши, как сказать, интеллигенции. Я приехала по вызову своей корректор Лау Рекстинч, я приехала быстро на латышское бедрельбо, это наше общество, и там проводил это, это такое, как бы сказать, переговоры наш прекрасный режиссор Стрейдж. Он из Австралии привез, фильм привез, где всех спрашивали, кто в Австралии, которые там уже живут и давно забыли почти, кто они, что самое главное в латышской культуре. И все как один говорили язык, язык, язык. Вот вся эта конференция была построена только над этим. Почему? Потому что они, несмотря на то, что есть конвенции о сохранении нематериального культурного наследия, они не говорят о культуре, как о наследии, а все время выдвигают вопрос, где это показывается таким мелким, но увидели уже в этих материалах, что они уже работают, что в принципе культуру дальше мы не понесем, только язык. Посмотрим, что они, вот здесь я хочу вам посмотреть, сколько было рефератов, сколько референтов. Тут просто уже по этому объему вы можете понять, что там проследить все невозможно было. Я только там где-то участвовала и в конце мне дали пять минут, скажем, когда были дебаты, я выразила свои мысли. Я сказала им откровенно, все эти четыре дня вы провели здесь только для одной цели, чтобы сказать, что в нашей культуре единственное, что мы должны сохранить, это язык. Но язык, это если мы возьмем ореховый ореховый это только скарлуха. Пока содержание самое важное, потому что скарлуха, она, конечно, для ореха нужна, без нее, но никак. Но содержание это наше культурное наследие. Я ехала в прошлом году в Петербург, где родоверы справляли свое вече. Они меня пригласили и я читала у них такой реферат или как это говорится, и название этого реферата было «Календарь опечаток культуры народа». Что у нас теперь происходит с этим календарем? Наш отпечаток здесь нет. Здесь все еще есть отпечаток календаря, как сказать, месячного, менедж календаря, не солнечного. Здесь мы не празднуем наши праздники, которые по нашей культуре, по нашим дайном должны были праздноваться, но посмотрим хотя бы на такой маленький нюанс. Я посмотрела в календаре староверов, то есть христианских староверов. У них сдвиг на две недели, но оказывается, что 1 января мы празднуем обрезание Иисуса. Потом в какой-то день мы празднуем, что Мария поднялась на небо. Особо ужасно было 11 сентября, когда у нас в принципе день рождения Раймиса и было день стихов, они празднуют отрубление головы Иоанна, который был перед Христом. Ну, да, да. Вы понимаете, когда мы посмотрим, что мы исправляем, мы еще живем по этим традициям. И это когда мы знаем когда месяц нам очень важный скажем элемент на небоскопе. Мы сажаем морковку и в тот месяц, когда мы снимаем какой-то прыщик, когда там или такой, или такой, или такой, но мы сажаем овощи. Если мы будем жить по другим традициям, мы будем только только и только овощи. Но мы солнечный народ, и мы должны жить по своему риту, как в Литве, как в Латвии. И поскольку я сейчас иду на лекции славяно-арийские веды, очень большой подъем идет и в России. Они тоже изучают свое древнее знание веды. Но я сейчас буду говорить опять об идентичности. Когда я смотрю, что пишут энциклопедии насчет этого, и это у нас такая скажем энциклопедия, они не говорят нигде ни одного слова, упоминая идентичности культуры. Но не может быть у человека идентичности без культуры. Они здесь пишут филозофия, персон сталпедии, который может терпинаться или миновать с ареной персоновой интеллектуальной спехе и отменяем. Все. И вы знаете, здесь нет ни одного слова о том, что этот человек вырос в какой-то культуре, и он должен, чтобы считаться, человеком какого-то народа, это его обязанность в завтрашний день нести культуру своего народа. Посмотрим, как я написала, что это такое идентичность. И очень коротко. Значит, если я истолкую, то идентичность это полет и то есть индивиды, где наэтийская дим то спать меня у беда и потая. То есть генетика и едипичная память человека и его народа и принадлежность к этому народу, что он считает принадлежим к этому. Посмотрим национальную идентичность. Опять также принадлежит конкретному народу коллективной памяти народа и оставленным культурным наследием предков. То есть языку, этике, мораль, традиции в общем, в общем традиции своего народа. А народная традиция, как говорил Конфуций, жизнь как ритуал, а ритуал как жизнь. Что это говорит? Весь наш ритуал в нашем календаре. Значит мы должны жить по своему календарю и по своему ритуалу. Вот это если мы говорим об эвентичности, дальше я хочу сказать, что здесь у меня было поставлено, значит я думаю, что я об эвентичности сказала. И вот все, что они здесь пишут и даже наш режиссор был участвовать, то есть наша интеллигенция участвует в том, чтобы в принципе чтобы мы забыли свою культуру, они в этом участвуют. Они выбирают самых гениальных из этих людей, которым очень доверяет народ. И посмотрим, что здесь есть. Публикский лассейн, это издание опять Зина Академия, где наш режиссер стрейч считается года Почетный год. Почетный член. И он говорит 10 заповедей Божьих и национальный характер. Вот здесь я схожу и прячусь самая большая межиятность. Если мы посмотрим, какие у нас традиции были у предков, мы не могли неделю пакостить, потом пойти в церковь, наложить на плечи Иисуса и на следующей неделе опять начать пакостить. Мы отвечали за свои поступки. Мы отвечали в течение всей своей жизни. А теперь люди не отвечают и мы это видим в своих тех, которые заняли высокие кресла в государстве. Значит, если мы будем жить по своей традиции, по своей этике и морали, которая в наших дайнах очень высока. У нас и банки, о которых мы тут печемся, не будут давать кредит с процентами, а будут давать так, как теперь по торе дают. Там пишется своему брату давай без процента, а вот другому бери сколько можешь. Когда мы будем строить банки по нашим законам, по нашим взглядам у нас все будет в порядке. Потому очень важна эта идентичность. Я еще хочу сказать одно слово насчет всех народностей, которые живут у нас в Латвии. Та интеграция, которую проводит это государство, она безобразна. Она безобразна. То есть она некрасива. Мы не должны заставить ни одному, который здесь живет, оставить свое, то есть себя причитать к нам, к латышам, ненавидя нас или не чувствуя себя, как латыша. Мы должны позволить человеку делать выбор. То есть и в ту же пору мы должны быть сами до того прекрасные, что люди говорят, я тоже хочу быть латышом. И я хочу, чтобы мои дети были латыши, и чтобы они знали латышский язык. То есть если мы что-то думаем делать с законами, у нас всегда, или силой, у нас всегда будет большое сопротивление. Как это достичь, у меня на это есть целое. У нас есть на это целая программа, у меня есть целая программа, и об этом я буду рассказывать в следующий раз, когда мы встретим. это жило в Бразилии, когда черный негр сказал у латыша, я тоже хочу быть латышом. Так, сейчас мы будем говорить о другом. Значит, национализм. Национализм. И опять звали АБЦ, у нас такая энциклопедия, говорит, что политики говорится. это, это, обозначить, что это очень правильная формулировка, потому что я думаю, что это уже можно оставить, но я еще добавляю, то есть перевод это движение, который старается объединить нацию, делать государство и освобождать его от империйского наследия или не арзеню, иностранным впечатлением. Я сказала бы, что меня это устраивает, я думаю, что тут даже не надо переписывать. Значит, национализм, это движение я оставила, ведь все начало, которое старается объединить нацию, но я в конце добавлю, чтобы защищать основы народного паматвеевского языка. Да, ну хотя бы так, да, землю и культуру, оставленную нашими предками. Я очень большой, значит, про национализм у нас нет никаких противоречий, это много правил. Я перехожу к девице о расизме. Я очень много работала на эту тему, у меня есть работа большая, геноцид, расизм, то есть и холоккаус и так далее, но об этом тоже в другой раз. Расизм, я вам скажу, что в принципе слово раса обозначает белых людей. Его вообще неправильно употребляют. Раса есть только, табула раса, есть только белые люди. Значит, не могут быть раса негров или там еще каких-то, да? Это народности или как мы можем сказать или иначе назвать. То есть это люди, а раса это белые люди. Но если мы уже пришли к этому слову расизм, тогда посмотрим, что пишет энциклопедия. Опять, это уже другая циклопедия, это реакционарная, антинаучная теория, которая говорит о том, что есть высшие и низшие расы, полноценные и неполноценные человеческие расы, в котором, в котором в истории, в истории есть или роль господинов или рабов. То есть такая... И здесь они уже фашисты являют. Опять есть другая идаеварная ицезвайцная, АБЦ, которая тоже говорит, что это убеждение или в словах невысказанное убеждение, что своя раса или этническая группа выше всего ставится, без паорака. И очень часто с этим идут разные айспреды, то есть с другими национальностями, народностями и так далее. Но я здесь скажу, у меня очень хорошо разработан этот раздел, я пришлю ей потом цитаты, я взяла из... Я использовала цитаты из Арни Барац, два имени единого Бога, годовой круг Тсения Торы, Гешарим, Иерусалим, 5764, Мосты культуры, изданном в Москве, 2004 год. И что я там вижу? Я в этой книге вижу, что одна нация себя уже очень долго называет избранной, научно это ничем не подтверждается, мы видим. Мы видим даже, и у меня здесь очень много цитат, но они на алтышскими цифериями будут переводить, напрягаться на эту тему. Мы видим, что есть даже старта алтышской конвенции, международная конвенция, которая осуждает такого рода дискриминацию или вообще такие вопросы. Здесь я подчеркнула все, но это все существует. Значит, закон, значит, этот кон не работает на все случаи. Этот работает только на тогда, когда вы поднимете свой национальный план, когда вас назовут националистом, фашистом или так далее. Вот почему я считаю, что Латвия из культуры Лига, у нее очень большой спектр работы. Очень большой спектр. Но при этом есть одна мудрость, которую мы должны позаимствовать у тех, которые считают себя избранным народом. У них есть такое, они говорят, такой текст. Зачем нам надо врагов? Сделаем их своими друзьями. И вот здесь надо понять, что эта глобализация не уничтожает один народ. Эта глобализация не уничтожает. Ее уничтожает все народы и сделать по свету ходящих врагов, не помнящих свой род, не помнящих, они декларируются только, не помнящих ничего, понимаете, не помнящих свою культуру. С такими очень можно, конечно, манипулировать. Что может сделать Латвия в этом смысле? Это может быть первый бастион, который остановит это глобальное движение. И мы в помощь зовем Литву. И мы хочем объявить миру, что мы не хочем сохранить свои народы, свою национальность, свою культуру. И помочь тем, которые у нас считаются миноритетами, миноритами. И я считаю эту дефиницию неправильной, потому что не может быть осколок большого народа считаться в каком-то государстве, как минорит... Мы уже из-за этой постановки вопроса, мы сами в своей зиме уже оказываемся меньшинством. Так что надо менять эти дефиниции миноритаты, которые могут быть, может быть, сегодня только цыгане и ливы у нас. Остальные все принадлежности у них и языку культуры другого народа. И они, живя здесь, должны уважать наш народ и культуру. Если они не согласны с этим, а им надо платить отступные деньги, договариваться с их государством, потому что человек не может жить на земле, если у него все время плохие эмоции. Он, то есть, может заразиться раком. То есть, думая о них, нам надо очень заботиться, чтобы они были долгожителями, но на земле, где их язык, культура, где они себя чувствуют в комфорте. Я дыме обещаю переслать эти вопросы, о чем я говорила, но на этом еще дело не кончилось. У меня есть еще одна демиция в моем этом, как сказать, запросе сегодняшнем. Это этногенез. Этногенез. Вот это очень и очень болезненный вопрос. Потому что здесь есть большие фальшивые ноты. Научная наша академия работает на то, чтобы наш этногенез сделать таким. Я знаю уже по истории, когда я... Ну, хотя, гидарты говорят, что слово «история» — это история взятая. Мы должны не историю, а свой сказвести, свои... Свой генетический... Вспомнить свою генетическую... То есть, да, сами свою, то есть, народную память подключить к этому, да? Потому что столько нам рали, что, честно говоря, история меня, как женщина, которая продается всем. Я ей больше не верю. Ее любви, ее правде я больше не верю. Значит, о чем говорит этногенез? Это Википедия. Википедия пишет, что слово «греки» означает этнофер «цил», «стаута» и «сэлс». Это процесс, где начинается понимать, где какой этнос породился, но это предложение не особенно удачно, а последнее фактически удачно. Это научная ветвь, да, в которой выясняется какой-то этнической группой, как она возродилась, да, или народная. Это вот на этом кухте мы должны очень много работать, потому что есть очень большие фальсификации. Я скажу только об одной вещи. По радио, если мы слушаем наше первое радио или там что, у нас выступает такая Бейтнер, которая говорит, что ластыши здесь вообще породились в каком-то 17-м веке, то есть мы упали как с какой-то звезды, да, но не говорят с какой. Нам непонятно, откуда мы здесь упали. Здесь были ливы и какие-то вот здесь были все, но мы упали. Хотя у нас в Лео Барда Союз есть все эти знаки, которые говорят, что мы и правда пришли со звезд, но это другой разговор. Это надо поднять свою генетическую память и доказать. Но что было самое удивительное для меня? Страдыч последний, Страдыч был научной академией, руководителем. Страдыч считается очень высокий ум. Но я заранее уже скажу, что его мать была в Петербурге, дочь банкира, и вышла замуж за нашей Латыша Страдой. А у них по природе это дано уже, что когда мы помним по египетскому мифу, когда Абрам или этот старец зашел по зову Яза в Египт, фараон спрашивал, но у тебя ведь такая красивая жена, это не моя жена, это моя сестра. И положил в постель фараона свою жену. После этого это была первая экспроприация земель. Они достали самые лучшие земли возле Нила и потом давали обработать местным египтянам. На чем они жили? На процентах, на их работе. Вот это мы по истории можем считать как первая вот такая ситуация, где у народа отнимаются их лучшие земли и используются для других целей, для наживей. Что меня удивило у Страныча? У него голова в принципе как энциклопедия. Я даже не знаю, что я должна какие витамины пить, чтобы все запомнить, как запоминает он. Но у нас в наших дайнах есть такое, что мы не должны носить в голове энциклопедии, особенно потому, что энциклопедии очень наврали. То есть, если взять, поставить рядом пять энциклопедий, каждая об одной и той же вещи говорит совершенно другими словами и даже мысли другие. Я так что сказал интересный Страныч. Он сказал так, у Латышей ничего нету. У них гены шведов и только язык. Это последний документальный фильм, где рассказывается об этом человеке. Если наша научная академия распространяет такие мысли, если у них оплачиваются научные сотрудники, которые пишут такие работы, значит, нам надо не только свои бабки, но нам надо делать свой народный научный академий. Я хочу вам показать только один пример насчет энциклопедии. Я их тоже использую, но я очень критически подхожу. Но только одну вещь. Это наша звайкзная идея энциклопедии. Посмотрим, наша Мара, белая Мара, это в нашей культуре очень важный персонаж. Если я скажу вам, что у нас было идеальное единобожие, которое уничтожили, приходя в расстройство носцев, то ни в коем случае я не ошибусь. Потому что Бог — это духовная игра и спирит, но его персонификация Мара — это материальный мир, в котором мы живем. И он, Мара, струст — это крест, где концы вот так, как бы, прямого. Это наш материальный мир. Он не имеет высоких ближай, но там мать — это Мара. Посмотрим, что энциклопедия здесь вообще про буддизм, про все, что надо. Но про нашу вещь я здесь не нахожу. Или нахожу искаженно. Мара в буддизме есть свыше естественная персона, как сказать, которая Будды старалась, Будду оторвать от медитации, чтобы он не стал вам осветленным. И еще одно прежнее. Хиндуизма. Нарис, хиндуизме — мать смерти. Все, что мы можем прочесть. Я хочу сказать, что уничтожили библиотеки Александрии, уничтожили китайцы, уничтожили Александр Македонский, когда он шел, чтобы уничтожить письмена Заратустры. Уничтожались у нас книги и письмена, а даже такой пример, как Эрнест Брастенч, который создал основу латышскому мировоззрению. Он сделал как бы стержень. Его книги первые изъяли, его убили в советской власти первого и его 17-летнего сына. Значит, чтобы они здесь чувствовали в комфорте и у них была бы здесь хорошая жизнь, здесь должно быть то, что пока есть. Здесь должно быть религии. Здесь должны быть религии. И у нас цивилный пункт, как крепость. Гражданское право, 51 пункт, говорят, что у нас есть 8 основных традициональных религий. Это 7 на крестьянской базе и юдаизм. Тогда, я думаю, вы можете не спрашивать, по каким ритуалам и по какому этике, морали. И не спрашивать, почему мы живем так плохо, как мы живем. Я думаю, что здесь кроется ответ. Чтобы мы жили иначе, мы должны переписать, передумать, как правильно делает Дейтаритума. Мы должны дать свои дефинции сначала основным вещам, которые нам важны. И потом, конечно, перейти к пересмотрению всех книг, которые нам написаны в течение истории. Большое спасибо. Удаизм и христианство, в принципе, это одно и то же. Да. Значит, 7 религий, 8 религий, а только вот разные секты. Большое спасибо.